Чужие Леса. Кстати, у Дэдди всё печально. Всего 8000 нитворс. Но фишка Магнуса в том, что вот он купил лагер, он уже полезный. А Дэдди вот он на 8000 закупился и что-то пока, ну... Пока слабоват. Слабоват, да. Надо бы ещё что-то вот... Регенерация на топе её видит Ред. Оставляет её Соло. Соло забирает и указывается. Боится, что где-то рядом команда Нави. Ну, всё чётко делает Соло, очень аккуратничает. Я думаю, все мы понимаем важность этой игры для Роксов. Ну, а Куро фармит всё круче и круче. И реально, следующим айтемом он купит себе Кристаллис, я думаю. Бури за Дуканьон. Дейдалус. Дейдалус. Не, Кристаллис Дейдалус, само собой. И потом он будет включать мастерство одного удара. Такой шварк, ну... Ты либо победил, либо победил. 14-12. Как-то всё-таки пыл поумерили обе команды. С другой же стороны, посмотри. 26 минут, 26 фрагов. Просто как по книге. Сейчас Смоуганг. Смоуганг. Как по книге парни здесь идут. Вот Смоуганг, было бы кого там Смоугангать. Разве что Дэнди. И у того есть лип, стик и хас. Спадает Смоуганг, и почему-то Соло носит Базилу БЗЗ. Ну, опа! Эверс Полярити. Ты смотри, это фигня, то, что ты сейчас видел в Эверс Полярити. Гораздо жёстче сделал Герокоптер. Он прожал БКБ на ровном месте. Не на ровном месте. Он увидел телепорт из Фуриона, который тут же отменил. И на всякие пожарные прожал БКБ. А вдруг? Бред. Ну, не знаю, что такое. Боится, боится. Ну, понимаешь, если лептит Фурион, значит они тебя видят. Да. Все, наверное, тут, возможно, какой-нибудь Никс. И вот он сейчас нападёт. Да. Не хватило инфы, если бы дали инфу о том, что... Ну, короче. Дэнди там уже по-любому говорит, что его хейтят. Что ультманутся только у него. По-любому. Если бы у нас сейчас был Годхант, я думаю, он дал бы нам точно расклад, как Дэнди там. Да, он лучше знает. Слово в слово. Я их развёл на уль. Ага, посмотри, порты, порты, порты полетели. У соло нет рпшечки. Все порты. Он сейчас просто выкатит. Хорошо выкатывает. Дрэ тоже здесь. Фаник пытается сделать всё, что возможно и невозможно, но его убило. Срабатывает. Почитает много крипов, но именно батарея проходила каждый раз по Фуриону. И он не смог улететь. Мы продолжаем, как по книге, 28 минут, 28 киллов. Бывало, конечно, лучше. Все помнят империю старых стандартов и их замечательную 2,5 фрага в минуту. Но, к сожалению, к сожалению, былой империи нет. Ладно, не будем о грустном. Один фраг это тоже неплохо. Один фраг это чертовски неплохо, особенно после азиатской доты. Да, ещё я хотел бы вспомнить и напомнить, что сегодня ещё 2 матча будут. Кайпи Айси Кап и Кайпи Маус, если мне не изменяет память. Так и есть. Так, и БЗЗ получает баф. У него, кстати, кроме БКБ появился Доминатор и Игл Сонг. Пока нету Фуриона, Роксы заходят на Рошана. Мекку прожимают на всякий случай. Даже барабаны прожимают. Барабаны, да, ещё Дэдди помогает, даёт стрелу в Рошана, чтобы тот не бил. И начинаются раскасты. Но не падает РМН. Ты знаешь, интересная ситуация складывается на карте. У нас падает топ немножко. Немножко падает топ. Немножко по голде сейчас Роксы начнут возвращать себе былое превосходство. Может быть, не уверен. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну и опять же, многое будет зависеть здесь от Куро. И от БЗЗ. И от БЗЗ. Если игра дойдёт в ту стадию, когда уже будут рапиры и сатаники, то там, я думаю, очень вряд ли Кунка что-то сможет противопоставить вертолёту. Если же они пойдут... Дредд купил себе Аганим. Прикольно. И то слово. Ты что, это же Аганим, Дредд. Сейчас у него кулдаун. 12 секунд. И ты за драку 2-3 раза, он может въезжать. Ну, это же круто. А это АОЕ. Стан, который работает на БКБ. Это же круто. Чертовски круто. Полчаса игры прошло. Классная игра, нужно сказать. Особенно после сегодняшней Азии. Ты посмотри на Лину. Да. Блоккин бар. Купи, покупает БКБ, понимает он, что нужно ему прокастовываться в замесе. Нужно выживать в замесе. Нужно выживать для того, чтобы прокастоваться. И хекс у Фуриона. Да. Долгожданный и очень необходимый хекс фланнику. Ну что? Ой, в Куру. Вот, вот, Дредд пошел. Закрывает в Куру. Корабль. Дредд там получает вообще все, что можно. Его подхиливают. И Дредд умирает. И вот смотри, под кораблем просто не могут дофокусить куру. Купей, прожимает БКБ. Ребен в Полярике очень хороший в троих. И что? Отвозит он сюда. Финсгрипп ставит гирокоптер. Уже убивает Кунка. Кунка делает байбэк. Телепорт сюда же. Вот Куру сразу же. Минус Бэйн. Минус Пупей. Сейчас еще Дэнди умрет. Нет, Дэнди улетает. Еще два байбэка. Выкупается Соло, выкупается Алина. И сейчас БЗЗ подлетит. Раз. Как классно все делает Кунка. Два. Стан и умирает и Йол и БЗЗ. Должны. Раз. Два. Ультра килл. Ультра килл Пупей. Вот тебе БКБ. Собрал, убил. Под кораблем очень тяжело убивать. Вот какой-то Соло-таргет. Ты его вроде фокусишь, вроде бы бьешь. Но ХП не кончается. И, как видишь, сейчас ты сыграл не очень. Хорошую шутку с Нави. Фу. С Роксами. 18-17. Практически паритет восстановился в нашей игре. Ну, а Соло по чуть-чуть шкребет... Шкребется... На рефреш. На рефреш, да, своими могучими копытами. Успеет Дредд, хорошо врывается. Есть байбэк от БЗЗ. БЗЗ опять нацепили, боже, что делают Нави. Корабль. Минус БЗЗ. Также на Дредда ставится Торрент. Нет, без Торрента обошлось, просто метку. Закрывает его также в деревья. И все классно здесь сделал Дредд, только что стрела не попадает, но ласт хит от Паника, и Паник добивает Дредда. Да, байбэк, Зеря сделал Герокоптер. Слушай, ну за последние три минуты Нави выиграли три драки, и эти три драки могут стать сейчас залогом победы в этой встрече. Да, меня просто пугает, что Герокоптер не прожимает БКБ. Непонятно. Да, то есть он у него есть, и... Ну, обратный договорняк вряд ли здесь был, так что... Дальше пришел, Зеря положил Дредду так вот, руку на плечо, и говорит... Ну, братиш. Давай сыграем в Майнгеймс. Ты же понимаешь. Ты же понимаешь. Да, и Дредд такой, все, понял, собрал вещи. И смотри, хорошо нападают на Соло. Да, есть Хекс, Сулатара. Еще один фраг от Нави. Да. Можно заходить на хайграунд? Можно. Ставятся деревья, вызывают стринты, и начинают с катой вместе Фаник наяривать по тавру. Вроде бы Ванскор, но Ванскор опять очень мало всего, и туда прыгает сначала Эрэмен, потом Пупей, залетает корабль, и Дредд даже в когах стоя не может убежать. Он прожал, колдаун пошел, Дредд живет, Пупей опять разбирает всех здесь. О май гады был. Фаник практически умер, но практически, как мы знаем, не считается. Будем считать, что это был корабль. Очень круто все делают Нави, последние несколько минут. Я не знаю, почему Роксы так расслабились. Обидно. Фора закончилась. Радиант's middle tower is under attack. Вот, и доедало. Смотри, шпадает Дэнди, отличная по Йолы, пленкается к нему, и не может убить, потому что там на 4 в качестве non-touchable. Полетела ракета за Дэнди. Могу ли я ее поставить? Фоллоу. О, круто. Не хватает еще такой музычки из фильмов, когда вот... А мы же недавно делали этот самый у нас был, скажи, я скажу. Бенихиллый. А, снедогоня. Нет, этот. Нет, просто можно, знаешь, когда нагитающая такая обстановка музыку. Да, тоже можно. Ну, это в хайлайтах уже такое можно делать, но явно не здесь, не в игре. Из фильма «Пираньи». Что-то прямо за Дэнди. Плывут уже. И Роман себе купил Vitality Booster. Секунду просит Дэнди. Да, можно пойти пока по шмоточкам. Графики посмотреть можно. После «Игглсонга» так себе ничего и не купил. Покупался несколько раз. Дредд все так же с агонимом. Соло вот он пытается собрать это фреш. И в курице, может быть, что-то нет. В курице ничего нету. То есть это только персеверенс. Еще нужен обливин став и дорогущий рецепт. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что реально за последние 5-7 минут Нави очень сильно закрутили болты и гайки. И ой-ой-ой, как трудно Роксам. Ты помнишь тот момент, когда Року забрали, простите, заговорочку, Рошана? Мне на минуту показалось, буквально на секундочку, да, что переломали Роксы. Выиграли драку, забрали Рошана и расслабились. А потом по одному. Просто по одному. По одному, по два поотдавались, конечно, баф кунки решать вопрос. Да, это не смейте с нами играть. Очень сильно. И Инча почти с агонимом. Вот 700 я осталась. Где-то рядом. Купеюшка 3200. В агоним? Слушай, у нас сегодня день каких-то заряженных суппортов. Да, да. Помнишь, у нас визажа 400 у него было? Смотрим Пупея, смотрим Дэнди. Да, мы понимаем, что Дэнди и Пупея просто одинаково сейчас. Да. Молодец, Пупея, все, что можно сказать. Батвуфурии, Дейдалус, Лотар, все у него есть. Ну все, сейчас разочек шваркнет из Лотара на 900 по всем. Да, и все, беда. Ну, не беда, конечно, там еще попарить тычек. Нет, это по-другому не назовешь. Ну, попарить тычек еще придется сделать, и все, и все ляжут. Это классифицируется под названием беда. Ладно, ты меня убедил. Кстати, реально, где-то 900 крит с Лотаром. Сейчас уголки. С Шарел Булейдом. Где-то столько, да? Да, и 3600 еще у Фаника. Что может собрать Фаник? Дезолятор, я думаю. Да что угодно. Да, я думаю, это будет дезолятор за 4200. МКБ. Тоже неплохо. МКБ тоже неплохо, но это когда есть... Потому что он же видит, что Игл Сонг есть у Горокоптера, поэтому... Надо, надо, надо. Так, так, и что у нас? Дорошан еще сколько? Еще 4 минуты? Да, 4 минуты. Я думаю, что драка чуть раньше будет. Вот, рисует опять же хитрый план. Посмотри, что купил Пупей. Это почти МКБ. Это, ну, это понятно, что это почти МКБ. Другой вопрос, зачем линия? У нее есть пассивочка, которая позволяет ей бить быстрее, чем антимаг. И есть ульта у Дэнди. Сейчас они будут заходить снизу. Догонят или нет? Начнем с того, что у Нави нет Мекки до сих пор. И они не особо паятся у Дэнди. Прыгает за кем-то. Сейчас может получить финсгриф. Кстати, нет, хорошо. Хекс, стан. Но нету продолжения атаки, и они отходят. Ставится торрент мимо. Дредд врывается хорошо по Фанику. Есть просветка. Еще мажет Эрмэнс. Ох, какой... Какой ульт. Круто. Очень круто все сделали. Рокс, 3 в 0 разобрали новей. Вот это да. Это поворот. Ну, что-то сильно расслабились. Соло прыгнул. Соло объяснил. И вот на бливенстав у него уже хватает. Да-да-да. А два ульта от Магнуса, это много. Как думаешь, что дальше будет собирать Кунка? Супер Башер? Не думаю. Ага, ним покупает НЧА, и теперь, конечно же, импетусы станут еще больнее. Так, ловят Дредда. Ставят он Коги, но все равно... Что? Ты видел это сейчас? Нет, я не обратил. Что там получилось? Ну, короче, у него был фул столб, и он умер. В момент просто, да? Где мой герой, пишет Дредд? Да. У него был фул столб, просто фул. Крит, что ли, там вылетел? Да-да-да. А на сколько? Там настолько бы много крови из Дреда вылилось, что крит не было видно. Странно. Ну, нереально его бы просто дезинтегрировали. И вот готова бабочка. Да, баттерфля имеется, но что там Фанник? Фанник ничего пока не берет себе. Надо выходить все в МКБ, надо. 22-23, очень плотная дота у нас. И что самое интересное, дота-то еще не закончилась. Вот это да, вот это да. Фанник 4-100, тоже он продолжает фармить. Деревья, медазы, по стандарту. Много фарма, и сейчас будет Рошан, через полторы минуты. Дэнни там, откуда-то из лесу получает вейв, проверяет стрелой, никого не находит. Вон там она. Мимо Соло пролетела и видит Рэмэна. Что нашел в Инвиз. И сейчас Нави отойдут. Вот, а скоро, конечно, посмотрели на Нетворс, вот он... Сильно. Отстает от своей команды, 2400 у него всего. Уже обгоняет Дэнди. Ну и то же самое, у Ван скоро по крипам. 28 на 4 самый, лоу. Bottom one. Bottom one. Да, вот, по крипстату, конечно. 28. ГПМ у Кунки 614. Неплохо. И вообще, в целом, перевес по голде. Посмотри, у Нави 15 тысяч. Круто. Сегодня я уже вижу, что с таким перевесом очень тяжело выиграть. Очень тяжело проиграть. Ну, перевесом тяжело, да. Если у противника такой перевес. С другой стороны, это вертолет, который может взять и разобрать оппонентов. Но опять же, есть Кунка и его криты и какой-то... И корабль, вот корабль. Если Кунк не попадает под реверс полярити, кстати... Посмотри, Дреда зацепили опять на миде. Проблема у него хекс на него. Ульт от Дэнди и минус. Улетает из Соло, хорошо, но Дреда добивают. Соло отводит. Соло подвозит и сейчас его могут убивать. Надо сажать на крест. Да. Да, и он умирающий. Сульты пробивает его. Очень быстро его вырубили. Пупей, мега киллстрик. 25-22 минус Дред. Еще потратил Соло ульт. Соло ульт потратил. Соло умер потратил и потратили гем. Да, 964. Кура только что шлепнула разочек. Нормально. Посмотри, здесь погоня за БЗЗ, БЗЗ, БКБ и тэп-аут. Ну все, здесь, конечно, БЗЗ уйдет. Но что... Скажи мне, что могут сейчас делать Рокс без двух героев, без БКБ Гирокоптера? Ну, другой вопрос. Отдать Рошаны. Да. Вот другой вопрос, что они реально сейчас просто молча дадут Рошаны и потом уже будут готовы драться с нуля со всеми героями, со всеми ультами. Ну, кроме ульты Магнуса, да, потому что... Что радует пользу Дэнди только в ульте. И Линкен Сфера от Дэндимона. Пупей сейчас после Рошан себе купит МКБ. МКБшечка тоже так же появится у Фанника, у него 4000. И Аэгис, это сыр. И второй Дейдалл сделает Куроку. На него уже есть Кристаллис. А это может быть МКБ. Почему нет? Потому что у него Кристаллис. А. В Курице у него будет второе... Ну, нормально. Да всё, у него уже есть второй Дейдалл, и сейчас будет очень больно. Ещё больнее, чем было. Ну, как бы, да. 81 дамаджа. Дуррррр. Просто так. 1 800. Коул Мерлини. Это ж неспроста, а не живут паузу. 1 800 Коул Мерлини, да. Да, ну вот у БЗЗ 3400, и вот нужна ему рапира, а рапира нету. И не будет в ближайшие 5 минут. Ну, мне кажется, это вот прямо сейчас как раз звёздный час Нави. Они идут просто по мидлу, и ближайшие 2-3 минуты расставляют все точки над «и». Конечно, может быть, всё будет по-другому, но... Скорее всего, будет именно так. Вот сейчас ещё, смотри. Энчат. Могут помочь БЗЗ. Йол, Энчат. Да Дэнди его не видит. Дэндику вообще пофигу. Ну, лип во время. Зачем ты стан дал, купей, ещё продуешь куда-то, ни в кого. Посмотри, РМС здесь развлекает тем временем движуху. Ультанул сюда Дэнди. Ну, не знаю, какая-то невнятная, невнятная ситуация здесь. 2 просто арбалета. 2 светящихся арбалета у Кунки, и сейчас он будет шлёпать. На них все РМН, друзья. Стенд-ин команды Na'Vi на этот матч. Потому что сегодня хвоста нету. Хвост сегодня занят, он решает вопросы. Ну что, 500 голды фаник отделяет от МКБ. Такого же. И там уже будет повеселее. Сыр есть у Пупея, как и МКБ, собственно говоря. Блин. И МКБ также у Фуриона. Всё, вот бабочка, она уже не нужна. Она уже бесполезна. Она даёт только атак спид на данный момент. Ну, именно, что теряет вот эти 35 к уклонению. Получается, что ты отдаёшь 6000 только за ловкость, урон и скорость атаки. Дела-дела. О, посмотри, что ты делаешь. Такой, оп-оп-оп. И назад. Причём, он сделал дайгер, прыжок, да, и вернулся. Я совсем уверен, что... Сейчас уже всё нормально было. Просто раньше Кунка снимал с союзников клинку таким действием. Хм, ну нет. Это сатаник. Это не рапир, это сатаник. Ну, тоже достойное решение. С другой стороны ДПС просто может тупо не хватить сейчас. Да, скорость атаки 0,61. Стрела пошла. Стрела мимо. Пирокоптер там расстрелит. И вот всё, готовы, Нави. Немного задержка у нас будет на игру IC-Cup. Так, давай посмотрим. Пупей, БКБ, РП. Гриль в БЗЗ и Соло отлично двоих. Подкатит сейчас ещё раз двоих. И Курокоптер теряет Аегис. Всё, 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 жив в БЗЗ. Убивают РМНа. Убивают Пупея. Должны, по крайней мере, бить Пупея. Корабль! Минус Пупей. Дэдди там и в эти тычки с Дайера. Триплкил от Фаника. Даблкил от Йола. Йола-то там, да, добил таки Дэнди и пытается размасывать. Виляет хвостиком от пацанов, но я сомневаюсь. Ну, смотри, тих! Просто отрезал сразу четыре ноги одним ударом. И 600, и 1100, там всё, заехало. И лежит два гема. Тут, наверное, Дэнди до один забирает, и... Это будет минус мин. Нет, минус пять вообще у Роксов, поэтому... Пока не резнутся. Пока подойдут, я думаю, что уже упадёт и вторая сторона, которую ломают крипы. Да, проблемен, проблемен. Потрясающий красивый матч у нас, судя по всему, подходит к концу. Ну, конечно, ещё не будем хоронить Рокс раньше времени. Хотя... Мне кажется, время. Двух сторон нету парней, и по-прежнему полкоманды в таверне даже больше. Да, сыр потратили в драке, успели, не заметил когда. И ванскор, ДФ и Т4 ТВРа. Навище сейчас отойдут, отрегенится, и... Пуш. Последний. Самый страшный. Опять что тут там Куро... Ты посмотри, там нормально вообще сделал сейчас Куроку. Фаник поехал фармить. И тут потихло на него крест. Накинул и не отпустил никуда. Ну, Куро известен тем, что тралит он своих амбонентов. Да, лучше бы противников тралил. Собралась команда тралли, один с Даггером, второй вот развлекается крестами. Ещё раз напомню, что следующий матч Каипи против IC Cup. Тоже, думаю, матч будет интересным. IC Cup. Ой, Рапир от Фанико. Рапир от Фанико. Первое. У него 4200. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Подтянуть. То, может быть, купит вторую. Вот не хватает бы за дэмэджи. Была бы Рапира в той драке, он бы всех убил. Да, но с другой стороны, не было бы у него в той драке Сатаника. Возможно, бы с Рапирой он быстрее бы отъехал, потому что не хватило ему всё-таки. Проще противников убить. Но если говорить уж совсем лаконично, то если бы в прошлой драке у него было и Рапира, и Сатаника, то всё было бы интереснее. Он бы выиграл, да. Тут без вопросов. Так, и Нави тянут. Чего тянут, непонятно. Ну, видимо... Резину. Ну, не Рошана же они ждут, в самом деле. Четыре минуты. Мне кажется, вот уже пора собраться и пойти. Ну, может быть, какой-то артефакт кто-то хочет дофармить. Кстати, купил себе Фурион Доминатор. Ну, чтобы отжараться, чё нет? Да, да, да. И Кунка себе принёс Рапиру. И у Кунки Рапира. Но я не знаю, почему Нави продолжают играться, развлекаться. Сейчас ещё даёшь минус 2 Рапира и ещё игра на 30 минут. Тут и будет экшен, да? Да. Экшен дот. Ещё нападают в центре на Йола. Сейчас, смотри. Кунка, вот, мастер одного удара. Подумаю, просто, вот, тысячу хп. Опа! На крипа, Дредд и просветка. Так, где мастер одного удара? Блянь, какой подстанка, классно всё делает. Купей, РМН, забегает, цепляет. БЗЗ, БЗЗ, убили. Отлично всех слягивает, но он умирает. Скорее всего, умирает. Там ещё отличный удар, минус, минус. Всё, ГГВП. ГГВП! ГГВП, ждём финальную таблицу. Смотрим перевес. Я думаю, сейчас это будет очень наглядно. В 30 тысяч. По голде. Офигенный матч подошёл к концу, друзья. Ну что, 5-минутная буквально пауза. Сейчас мы, конечно, табличку финальную посмотрим. 5 минут пауза и вернёмся мы к вам с матчем КАИПи против IC Cup. Ну что, по табличке, ничего не скажешь? Ничего не скажешь, да? Ну да ладно, давай рекламу тогда. Дадим народу. Да, оп. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И он недолго думает